Всем привет! Меня зовут Макар Светлый и вы смотрите Сайн Шоу. Тема нашей сегодняшней передачи Флатландия. Этот выпуск будет немного необычен. Я давно хотел его сделать, чтобы познакомить вас с удивительной вселенной. Если вы любите геометрию, знаете что такое одно, двух и трехмерное пространство? Если вас не слишком или вообще не тошнит на уроках или на парах начертательной геометрии, черчения и инженерной графики, то эта вселенная для вас. Название этой вселенной — Флатландия. Позволь предложить тебе компромисс. Временами, когда я чувствую подавленность и потребность в смене окружения, я использую воображение. Ох, блин. Среди излюбленных моих мест для посещения, двумерный мир, описанный Эдвином Эбботом в математической фантасмагории Флатландия. Впервые Флатландия появилась на странице книги с одноименным названием в 1884 году. Автор, создавший эту вселенную, Эдвин Эббот-Эббот. Читая эту книгу, понимаешь, насколько интересен может быть наш мир с геометрической точки зрения. Вы только оглянитесь вокруг. Симметрия. Удивительные и изящные изгибы кривых и поверхностей. Сочетание и вычитание различных форм. И не стоит забывать, что наш мир на вид всего лишь трехмерен. Конечно, при чтении книги внимательный человек сразу увидит очень острую политическую сатиру, которая будет актуальна всегда. Флатландия — это не просто математическое эссе. Это еще и трактат на тему общественных обычаев викторианской эры. Я никогда об этом не задумывался. Но это не формат нашего канала. Оставим это Камикадзе Ди. Нас же интересует математическая философия и научный аспект данного произведения. Автор книги намекает нам о том, что наш мир далеко не трех, и даже не четырехмерен. Не правда ли удивительно, что писатель пришел к выводу того, что доказали после стольких лет? Конечно, модели многих измерений математически очень красивы, но применить их на практике стало возможно только после разработки общей теории относительности и квантовой механики. Это еще раз доказывает связь абсолютно всех наук в нечто универсальное. Как вы заметили, есть фильм по книге Флатландия, который в нашем российском дубляже называется «Плоский мир». Его также интересно смотреть и восхищаться его оригинальностью и подтекстом. Однако перевод оставляет желать лучшего. К примеру, прошлым вечером я видел ваш сон насчет страны линий, что так же четко и ясно, как фильм по вашему телевизору. На данный момент современные успехи в теории струн и суперструн говорят о том, что наш мир далеко не трех, и даже не четырехмерен. Мне хотя бы не пришлось изобретать 26 измерений, чтобы математика сошла с действительностью. Я их не изобретал, они есть. В какой вселенной? Во всех. В том-то и смысл. Теория струн утверждает, что наш мир одиннадцатимерен. Не правда ли, мир не так прост, как нам кажется? Возможно, все это разнообразие приведет нас к ответу на вопрос, почему наш мир такой, какой он есть. Кстати, кто не видел, можете посмотреть, как я в пятом выпуске рассуждаю об этом. Надеюсь, что сумел заинтересовать вас этой удивительной вселенной. А вам я желаю счастья и пропорциональной массы. И да-да. До скорых встреч. Пока.